всем привет друзья в днепр 1 июня праздник в городе огромная пробка на всю набережную весь центр стал вроде серьезное дтп сегодня есть немножко больше времени чем обычно в общем хочу вам предложить вместе со мной прогуляться по набережной посмотреть сегодня погодка радует сделаем небольшую прогулку рыбаки выбираются сидят выпила это наш долгострой уже должны были сто раз отреставрировать это часть набережной какой-то праздник возле цирка наверное день детей что-то для детей мы туда не пойдем надо быстрее пройти потому что эта музыка прилетят авторские права сто процентов такие места не подходят для съемки от слова совсем так вот у нас прекрасная набережная кафешки уже открылись кстати несмотря на достаточно ранний час народу на набережной много так вот такое у нас сегодня много тревог было подряд все с угрозой применения баллистики город и область тихо видите уже прокат пуфиков работает можно в аренду взять такое мягкое кресло посидеть на нем здесь наши ребята военные рыбку ловят кстати вчера выпускной ходили выпускники с лентами сегодня видел то есть наверное каждый решает сам как раньше было в школах то есть приносит сами приходят к этому решению когда конкретная дата выпускного теплоходы плавать нельзя так и стоит вот тут фонтанчик у нас на теплоходе музыка играет а я вот у нас стою на берегу реально много людей студенты школьники освободились теперь можно активно проводить время на свежем воздухе сейчас там в киеве движ в 16.30 киевская городская военная администрация прифинг будет собирать это все по тому же вопросу об закрытом убежище в одной из групп начали собирать комментарии больше тысячи человек написало о недействующих бомбоубежищах и больше чем 700 сообщений из Киева то есть проблема глобальная в Киеве многие люди в отличии от нас реагируют на тревогу переходят в убежище стараются перейти вот здесь пуфики вот вам такой реальный днепр если идти по набережной так как будто и нет войны машины поехали понемногу начали двигаться пробка рассасывается еще раз тащили уже машины вроде три автомобиля и скорая была серьезное ДТП кстати вот кажется то что набережная длинная в этом участке например от улицы московской и до парка Шевченко по факту проходят этот отрезок за каких-то десять и двенадцать минут не спеша наконец-то здесь урны поставили внизу вы видите одна из достопримечательностей такие маленькие фигурки расставлены по городу есть на театральном бульваре есть возле дома быта вот на набережной есть возле синагоги там золотая роза сегодня днепр прекрасен такой прям грязный правда но прекрасен все сидят отдыхают погуляют сразу забегая наперед туалетов так и не поставили толком вот 200 туалет он там впереди работающий и в принципе все остальное где-то в кафешках надо заходить которая вдоль по линии набережной что-то там делать в тенечке видите такая интересная тоже тема лавочки в тенечке можно отдохнуть это вот лавочка тоже одна из достопримечательностей самая длинная в городе купил дом погодка конечно шик сегодня вообще бомба деревья вот он туалет единственный на набережной единственный на набережной мужчина в свитере как ему не жарко я даже не представляю я даже не представляю жарко реально реально друзья жарко здесь все пиратские корабли были прогулочные все все куда-то на сохранение вывезли даже ноги мокрые они так ходят вот там кстати тоже интересное место байкеры поставили памятник в честь одного из погибших друзей почти ДТП здесь пробка все равно продолжается стройка идет видите кран работает кто говорит что стройка не идет это все брехня строятся видите такая красота элитные апартаменты вот этот памятник о котором я говорил киндер это я так понимаю никнейм что который на нем ездил все сделал не испытало что он добротно так прикручено чтобы не украли здесь можно сфотографироваться вид а анархия прикольно смотрится круто заставочку сделаю заставочку сделаю кстати вот айлав днепро недавно обновленная надпись тоже люди подходят фотографируются тормозала пацана отказали ой тут уже боже мой трава поднялась там рыбаки и рыбку хотят поймать здесь видите набережная стоит за пойдемте по фестивальному причалу в принципе ничего такого сверхинтересного видео видео не несет какой-то информационной нагрузки просто вид красивый вид от города днепро вот такой меляк вода упала опять сильно и течение продолжается уточки вот мусор весь который нанесло здесь на меляке и застрял кафешки готовятся к открытию судя по всему на поплопопопер парень вы видите рыбка скидывается это очень крутое место для рыбалки на самом деле я здесь карпа дубайсел но в последнее время тяжко тут ловить очень сильно зарастает в сезон вот такое там уже монастырский остров о водопад работает ничего себе включили водопад здесь фотосценты судя по всему вода упала можно прям по плитам пойти по желанию и выйти там на площадке напротив не хочу эвакулатор повез машинку это кстати возможно машина которая в аварии пострадала вода еще чистая ну опасно видите там бутылки всякие мусора конечно хватает вот ребята дурачатся вот такой вот он у нас фестивальный причал на день города на день независимости еще там на крупные мероприятия здесь обычно сцены ставятся и самые такие яркие концерты проходили именно здесь в общем беляк рыбка видно как плавает ого смотри какой толстолуп это пятнашка наверное может даже двадцатка смотрите дохлая рыба какая большая его уже птицы поклевали какие-то паразиты мухи опарыша можно собрать кучу вот такая вот рыба гибнет из-за экологии всех этих сбросов реально большой пятнашка точно такой рыбу ловил чуть-чуть ориентируюсь здесь раньше был сток сейчас он не рабочий раньше труба с канализацией тоже всякая сбрасывала я обещал там парню еще по комсомольскому монастырскому он же монастырский он же комсомольский по нему прогуляться сейчас сил уже нет перенесем как-нибудь обязательно пройдемся сегодня такую прогулку решил вам спонтанную сделать вон друзья караси смотрите ничего себе куча карасей не знаю будет ли вам видно причем такие вот плодошки больше роют муляку обалдеть стая караси он сумасшедшая их там штук 30 если не больше видно вам не видно надеюсь что то будет видно после нереста куча стая карасиная держится и вон они боже мой здесь везде класс класс а там кстати вот трава заканчивается и яма хорошая а где-то там где купаются вот утконос что-то кто такой там есть приямки до 20 метров вот кстати вот здесь был сток видите вот и здесь как он работал видите до сих пор размылен до сих пор все это дело так и осталось вот 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 галавлик плывет так рыбы лови 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 не хочу вот вот одна из машин видите вон вон вторая приятного мало надеюсь все живы все здоровы и oct вот я вон вот как ожидается котел вон развернувшую вон вон приятного мало Труба, конечно. Эвакуаторы работают, машины везут. Одна за одной. Вот в сантимарке. Такие же возле исторического музея есть. Ножа и топора. Что такое вообще? Вон и водопайник. В том году не включали, по-моему, вообще его. Я не помню. Посмотрели, посмотреть, рыбка есть или нет. Труба хорошо прогрета уже. Прохолодка. Несет течением всякий месор. Смотри, мы бы здесь прошли с вами полностью. Можно было прогуляться и здесь снизу. Люк. 68-й год, Керчь. Что у нас делают люк из Керчи? Как в тесте Ляписа Трубецкого. Ты был в Керчи? Не был? Так молчи. Да. Открыта полностью дорога. Пройти можно было бы спокойно. Шли. На какую-то хитроумную оснастку его. А, это бомбарда. А, да. Узнал бомбарду. Такая красота. Смотри, какая-то прогулка. Что-то там происходит. Под опорой рыбачки. А вот здесь течение вообще сумасшедшее. Здесь оно сужается, как такая труба получается. И в этом месте течь катает с особой силой. Одно из моих любимейших мест для рыбалки. Сколько рыбы здесь приловлено. Ого-хо-хо-хо-хо. Одну, скажи, никто не поверит. Видите, вы послите. Это о чем я говорил. Что сегодня еще выпускной. Ходит с ленточками. С алкогольными напитками легкими. Какая-то рыбалка захотелось. Как-нибудь, может быть, с вами выйдем. Это убежище. Смотрите. Света нет. Такая утрея. Заходи не бойся. Выходи не плачь. Кстати, паркунка дохода пускай. Понимаете? Пахнет. Шары нема. Видите, ставят туалеты. Спецовой. Фу, как воняет. Боже мой. Его не чистят. Вот этого туалета. Хорошо, что камера запахнет ее, друзья. Вот такое вот течение. Да, такое, ясно. Кидать груз это грамм от 150. А то и выше. Что вы делаете? Идти пешком не сильно хочется. Обратно. Ехать на трюлейбусе без шансов. Один вариант это на трамвай упасть. Трамвай тоже как-то на мету. Пока поднимешься наверх, пока доедешь, тоже время получится. Вот такая горная река. Видите, что творится. Несема никто не стоит. Что здесь? Рыбки не вижу. Вода помутнее. Ну, в общем так, прогулялись. Буду я, друзья, возвращаться в центр пешком. Так как, в принципе, вот 25 минут видео. Пока поднимусь наверх на остановку. Это тоже минут 10-15. Пока трамвай. Оно то на то и получается. Снимать обратный путь. Толку нет вас, так сказать, отяжелять лишней информацией. Такой сегодня неуклюжий. С этого самоката я и упаду, убьюсь. Ну что, всем добра, всем хорошего дня. Просто релакс видео. Если понравилось, ставьте палец вверх. Поддержите канал лайком, комментарием. Хорошим людям добра. Не очень хорошим набраться такие ума. И понять, что вообще в этой жизни происходит. До нового выхода на связь.